Танна Френч. «Мертвые возвращаются?» Роман. Перевод с английского Т. Бушуевой, С. Масленниковой. Москва. А. С. Т. Астрель. Владимир. В. К. Т. 2010 год. Посвящается Энтони по миллиону разных причин. Пролог. Женщина в переднике с неприветливым лицом впускает меня внутрь. Вешает большой заржавленный ключ на пояс и уходит по дорожке под падающими из деревьев лепестками цветущих вишен. Я закрываю за ней дверь. Дом всегда пуст. В спальнях никакой мебели и лишь мои шаги отдаются эхом, когда я ступаю по залитым солнцем половицам, поднимая к потолку круговерть пылинок. Аромат полевых гиацинтов, вплывающий в широко открытые окна, смешивается с запахом мастики для натирания пола. С оконных переплетов откалываются чешуйки белой краски, а над подоконником раскачивается усик садового плюща. В гостиной, отливая в полосках яркого солнца каштановым блеском, стоит пианино с откинутой крышкой. На него почти больно смотреть. Ветер колышет пожелтевшие нутные страницы, как будто их перелистывает чья-то незримая рука. Для нас накрыт стол, на нем пять столовых приборов, фарфоровые тарелки и винные бокалы на длинных ножках. В хрустальной вазе букет только что сорванной жемолости, однако серебряные вилки и ложки потускнели, а плотные салфетки посырели от пыли. Портигар Дэниела лежит на своем месте во главе стола, открытый и пустой, если не считать одинокой обгорелой спички. Где-то в доме раздаются еле слышные звуки, какие-то шорохи, чей-то шепот. От этого у меня почти останавливается сердце. Я иду на эти еле слышные звуки и обхожу комнату за комнатой, но всегда опаздываю. Они ускользают, словно мираж, и кажется, что их голоса всегда звучат вот из-за этой двери или наверху той лестницы. Обрывок негромкого смеха, всегда сдавленного, скрип дерева. Я оставляю дверцы платяного шкафа открытыми, огибаю колонну винтовой лестницы и краем глаза улавливаю промельк движения. Облезлое зеркало в конце коридора и отражение в нем моего собственного лица. Я смеюсь. Глава первая Это история Лекси Мэдисон, а не моя. Я бы охотно рассказала вам ее, оставив свою в стороне, но так не получится. Раньше мне казалось, что я собственными руками сшила обе истории, приложив друг к другу краями и плотно обметала стежками. Я думала, что могу распороть их в любое время, когда только захочу. Теперь мне понятно, что все гораздо сложнее. Корни того, что случилось, уходят куда-то в невидимые глубины, исчезая с поля зрения, становясь неподвластными моему желанию. Во многом моя история... Это моя история, ведь поступки в ней исключительно мои. Фрэнк сводит все к другим людям, главным образом к Дэниелу, тогда как, насколько мне известно, Сэм, неким непонятным и экстравагантным образом, считает, что во всем виновата Лекси. Лекси. Когда я говорю, что это не так, они искосо поглядывают на меня и тут же меняют тему разговора. Видимо, Фрэнк полагает, будто у меня развелось нечто вроде стокгольмского синдрома. Такое нередко случается с агентами, работающими под прикрытием, хотя это не мой случай. Я не пытаюсь никого прикрывать, да и прикрывать мне некого. Лекси остальные никогда не узнают, что вину переложили на них, и в любом случае, какая им разница? Впрочем, дело не сводится только к ним. Возможно, карты сдал кто-то другой, но со стола их взяла я и сыграла всеми до самой последней. На то были свои причины. Вот самое главное, что вам следует знать об Александре Мэдисон. Ее никогда не существовало. Ее придумали мы с Фрэнком Мэкки. Придумали давно, одним солнечным летним днем в его пыльном служебном кабинете на Харкорд-стрит. Фрэнку требовался кто-то, кого можно было бы внедрить в сеть наркодилеров, действовавших в Дублинском университете. Эта работа была нужна мне позарез. За всю мою жизнь мне ничего не хотелось так сильно. Ходячая легенда. Фрэнк Мэкки. В 30 с небольшим он уже лучший во всей Ирландии специалист по операциям под прикрытием, безжалостный, неустрашимый полицейский, мастер своего дела, «канатоходец без страховки» и так далее и тому подобное. Он проникал в ячейки ИРА и преступной группировки с той легкостью, с какой обычный человек заходит местную пивную. Мне рассказывали такую историю. Змей – профессиональный преступник и безбашенный отморозок, который однажды превратил своих подручных в паралитиков, только за то, что те отказались выставить ему выпивку в баре. Заподозрив Фрэнка в двойной игре и пригрозив прибить ему руки к столу строительным пистолетом. Фрэнк Мэкки хладнокровно посмотрел ему в глаза, и на его лице не выступило ни единой капельки пота. Он блефовал и так запудрил змею мозги, что тот одобрительно похлопал его по спине и, признав собственную неправоту и излишнюю мнительность, подарил ему фальшивый роликс, который Фрэнк носит до сих пор. Я была зеленым новичком, Всего год назад закончила полицейский колледж в Темпл-море. За пару дней до нашей встречи Фрэнк прислал заявку на полицейских с внешностью двадцатилетних и с университетским образованием. В ту пору я носила пронзительно желтый жилет, который болтался на мне мешком и патрулировал улицы небольшого городка в графстве Слиго, где, к моему ужасу, местные жители казались мне неотличимыми друг от друга. По идее, у меня должны были трястись коленки, но я нисколько не испугалась. Мне так хотелось получить новое служебное задание, что я не думала о возможных последствиях. Дверь в его кабинет была открыта. Фрэнк сидел на краю стола в джинсах и выцветшей синей футболке. Он перелистывал папку с моим досье. Кабинет крошечный, неряшливый, напоминал кладовку. На столе пусто, не было даже семейного фото в рамке. На полке стопки бумаг в перемешку с блюзовыми компакт-дисками и газетами, колода карты и почему-то женский розовый кардиган с магазинными бирками. Я сразу решила, что этот человек мне нравится. «Кассандра Мэддекс», — произнес он, подняв на меня глаза. «Так точно, сэр», — ответила я. Среднего роста, коренастый, но подтянутый, с широкими плечами и коротко стриженными каштановыми волосами. Я ожидал увидеть кого-то совершенно неприметного, с невыразительной внешностью, вроде того типа из секретных материалов. Фрэнка, напротив, отличали резкие, грубоватые черты лица и широко расставленные голубые глаза. Казалось бы, он оставлял после себя в воздухе след. «Нет». Лично мне не нравятся мужчины такого типа, но Фрэнк явно не был обделен вниманием со стороны женского пола. «Меня зовут Фрэнк. Оставим сэр для офисных клерков», — сказал он. У него был дублинский акцент, слабо различимый и, думаю, нарочный. Но в этом читался некий вызов. Фрэнк соскользнул со стола и протянул мне руку. «Кэсси», — представилась я, пожимая ее. Фрэнк указал мне на стол и снова присел на край стола. «Здесь пишут», — произнес он, постучав пальцем по папке, «что ты умеешь хорошо работать в критических ситуациях». Я на секунду задумалась над его словами. Давно, еще на практике в бедняцкой части Корка, я отговорил от самоубийства подростка-шизофреника, собиравшегося перерезать себе горло опасной еще дедовской бритвой. Я почти успела забыть о том случае. «Надеюсь, что так», — ответила я. «Тебе сколько? Двадцать семь? Двадцать шесть». Свет из окна падал мне прямо в лицо, и Фрэнк долго и придирчиво разглядывал меня. «Легко сойдешь за двадцатилетнюю. Тут еще написано, что ты закончила три курса колледжа. Где училась?» «В Тринити колледже, на психологии». Его брови удивленно насмешливы взлетели выше. «Хм, вот как? Так ты у нас профессионал. Но почему не доучилась?» «У меня развелась неизвестная наука аллергии на англо-ирландский акцент», — призналась я. Мой ответ ему понравился. «Не боишься, что Дублинский университет вызовет у тебя аллергическую сыпь?» «Буду принимать антигистаминные препараты». Фрэнк снова соскочил со стола и подошел к окну. «Отлично. Видишь, вон ту парочку на улице». По улице о чем-то оживленно болтая шли парень с девушкой. Она вытащила ключ и вставила в замочную скважину двери дешевенькой квартиры. «Расскажи мне о них», — попросил Фрэнк. Прислонившись спиной к окну, он засунул большие пальцы рук за ремень и пристально посмотрел на меня. «Они студенты», — начала я. «У них сумки с книгами, ходили за продуктами, пакеты из магазина «Данс». Она побогаче, его на ней дорогая куртка. У него на джинсах заплатка, да и в целом одет не слишком модно. Любовники, друзья, соседи. Они пара. Шли по улице ближе друг к другу, в отличие от обычных друзей. Угу. «Давно знакомы?» Мне понравилась эта проверка. Она давала возможность поработать мозгами. «Довольно давно», — Фрэнк вопросительно выгнул бровь. Я не сразу нашла объяснение, но тут до меня дошло. Они не смотрят друг на друга, когда разговаривают. Новые парочки все время поедают друг друга глазами. Тем, кто давно знаком, не нужно каждый раз проверять реакцию собеседника. Хм, живут вместе? Нет. Иначе он тоже машинально полез бы в карман за ключом. Это ее квартира. Хотя у нее есть по меньшей мере одна соседка. Они одновременно посмотрели на окно, проверяют, не задернуты ли занавески. И какие у них отношения? Хорошие. Он смеется над ее словами. Парни обычно редко смеются над шутками своих подружек, особенно после того, как завершился период ухаживания. Он нес два фирменных пакета «Данс», а она придержала для него дверь после того, как вошла сама. Значит, они проявляют внимание друг к другу. Фрэнк одобрительно кивнул. Неплохо, неплохо. Успех работы под прикрытием наполовину зависит от интуиции, причем я имею в виду не всякую там психологическую хренотень, а совсем другое. Крайне важно подмечать детали и анализировать их даже прежде, чем успеешь это осознать. Остальное решает скорость и смелость. Если нужно что-то сказать или что-то сделать, не тяни резину, действуй максимально быстро и убедительно, потому что стоит помедлить долю секунды, задумайся хотя бы на мгновение и... Пиши, пропало. Считай, ты покойник. Да, вот еще что. Предупреждаю заранее. Тебе придется надолго выпасть из жизни, прервать все контакты, может быть, на год или два. У тебя семья есть? Только дядя и тетя, ответила я. Друг? Есть. У тебя будет возможность поддерживать с ним связь, правда, только в одностороннем порядке. Они согласятся на это? Никуда не денутся. Фрэнк по-прежнему стоял, небрежно прислонившись к окну, но я поймала на себе его пронзительный взгляд, взгляд его голубых глаз. Он пристально наблюдал за мной. Мы обсуждаем вовсе не колумбийский кокаиновый картель, и дело тебе придется иметь главным образом с мелкой сошкой. Во всяком случае, поначалу. И все же, предупреждая, дело небезопасное. Половина этих типов почти постоянно в отключке, другая крайне серьезно относится к тому, чем занимается. Из чего следует, что ни те, ни другие не станут заморачиваться, если надумают прикончить тебя. Тебе не боязно от моих слов? Нет? Ответила я совершенно искренне. Ничуть. Замечательно, сказал Фрэнк. Тогда выпьем кофе и за работу. Мне потребовалась примерно минута, чтобы понять, я уже в деле. Я ожидала трехчасового собеседования, заполнения целой стопки листов с мудреными текстами и всевозможных анкет с вопросами, касающимися моих родителей, но оказалось, что Фрэнк Мэкки работает по-другому. Я до сих пор не знаю, когда он принял решение меня взять. Я довольно долго ждала подходящего момента, чтобы задать ему этот вопрос. Теперь я больше не уверена в том, что действительно ли мне хочется знать, почему Фрэнк остановил свой выбор на мне. Мы взяли в столовый кофе с каким-то жженым привкусом и пачку шоколадного печенья, и до конца дня занимались созданием легенды Александры Мэдисон. Имя я придумала сама. «Так, ты его лучше запомнишь», — сказал Фрэнк. «Фамилия Мэдисон очень похожа на мою собственную, а в детстве имя Лексия носила моя воображаемая сестра». Фрэнк откуда-то вытащил большой лист бумаги и нарисовал график ее жизни. «Ты появишься на свет в клинике на Холл-стрит 1 марта 1979 года. Отец Шон Мэдисон, мелкий чиновник дипломатической службы, работает в Канаде. При необходимости это позволит нам быстро тебя вытащить, мол, что-то случилось с семьей, и тебе в срочном порядке нужно уехать. Такое же объяснение подойдет и для того, почему тебя здесь никто не знает. В детстве ты подолгу жила за границей. «Ирландисты, она маленькая, по сути дела, большая деревня. Здесь все можно сказать о том, что все друг о друге все знают. Знают друг друга как облупленных. Мы могли бы сделать тебя иностранкой, но не хочется тратить время на отработку акцента». Так, мать Каролина Келли Мэдисон. Какая у нее профессия? Она медсестра. «Осторожно. Думай быстрее, следи за возможными последствиями. Медсестрам нужна лицензия на занятия медицинской деятельностью в каждой новой стране. Она перестала работать медсестрой, когда тебе исполнилось семь лет, и ваша семья уехала из Ирландии. Понятно? Хочешь иметь братьев или сестер? А почему бы и нет? Пусть у меня будет брат». Было в этом что-то опьяняющее. Мне хотелось смеяться, и я словно получила какую-то безумную свободу. Передо мной простирались безграничные возможности, родственники, страны. Я могла выбрать все, что пожелаю. Я могла вырасти во дворце в Бутане, иметь семнадцать братьев и сестер, плюс личного шофера. Я засунула в рот еще одно печенье, чтобы Фрэнк не увидел мою улыбку и не подумал, что я несерьезно отношусь к будущей работе. «Что твоей душеньке угодно?» «Угу. Давай так, он на шесть лет младше тебя остался в Канаде с родителями. Как его зовут? Стивен. Воображаемый брат. В детстве у меня было богатое воображение. И какие у тебя отношения с ними? Как брат выглядит, например? «Давай думай быстрее», — сказал Фрэнк, когда я набрала полную грудь воздуха. «Он симпатичный засранец, обожает футбол, постоянно цапается с родителями, потому что ему пятнадцать, но все еще откровенничает со мной». Лучи солнца на обшарпанной столешнице. От Фрэнка пахнет чистой кожей и мылом. Он замечательный учитель, я бы сказал, даже непревзойденный. А черная шариковая ручка скользит по листу бумаги, записывая географические названия события. Лекси Мэдисон появляется на свет из ничего, словно моментальный фотоснимок. Она как будто слетает с листа и повисает в воздухе, подобно колечкам дыма. Девушка с моим лицом и жизнью из полузабытых снов. «Когда у тебя появился первый бойфренд? Где вы жили? Как его звали? Кто кого бросил? Почему?» Фрэнк нашел пепельницу, поставил на стол и, вытащив из кармана пачку сигарет, предложил мне закурить. Когда полоски солнца соскользнули со стола на пол, а небо за окном начало постепенно темнеть, он крутанулся в кресле, взял с полки бутылку виски и плеснул в чашки с кофе. «Мы заслужили это», — сказал он. «Будем здоровы». «Мы сделали Лекси особо неутомимой, умной, образованной и хорошей, милой, вместе с тем этакой перелетной пташкой, не умеющей подолгу жить на одном месте, немножко наивной, чуточку неосторожной, готовой открыто ответить на любой вопрос, причем ответить сразу, не раздумывая. «Она наживка», — откровенно признался Фрэнк, — «она обязана стать настоящей наживкой, чтобы на нее клюнули наркодилеры. Нужно, чтобы она была в меру наивной, чтобы эти подонки не увидели в ней угрозы для себя, и в меру респектабельной, чтобы показаться им полезной, а также в меру независимой, чтобы не удивлялись, почему ей захотелось иметь с ними дело. К тому времени, когда мы закончили, было уже совсем темно. «Славно поработали», — произнес Фрэнк, складывая в несколько раз листок с моей будущей биографии, протягивая его мне. «Через десять минут начинаются подготовительные курсы детективов. Я тебя туда запишу. Когда вернешься, мы с тобой снова немного поработаем, а в октябре, когда в Дублинском университете начнутся занятия, сядешь на студенческую скамью». Он снял кожаную куртку, повешенную на угол полки, выключил свет и закрыл за нами дверь. Я шагала к автобусной остановке. Голова шла кругом. Я словно парила, окрыленная каким-то сказочным чувством, ощущая причастность к тайне, к совершенно новому миру, а в кармане похрустывал листок, на котором была записана вся моя новая жизнь. Как, однако, все быстро и удивительно просто. Мои намерения не входят даваться в подробности и пересказывать всю долгую запутанную цепочку событий, в результате которых из отдела секретных операций я попала в отдел домашнего насилия, так называемый бытовух. Укороченная версия такова. Одного торчка из Дублинского университета снесло крышу, и он ударил меня ножом. Ранение при исполнении служебных обязанностей привело меня в убойный отдел, от работы в котором крышу чуть не снесло у меня самой, и я ушла. У меня минуло много лет, прежде чем я вспомнила о Лекси и ее призрачной жизни. Я не любительница оглядываться через плечо, или по крайней мере стараюсь так не делать, что было, то было. Притворяться, что это не так, напрасная трата времени, однако теперь мне кажется, будто я всегда знала, что история с Лекси Мэдисон непременно будет иметь последствия. Нельзя стать кем-то другим, перевоплотиться в человека из плоти и крови, с его первым поцелуем, чувством юмора, любимым бутербродом, а потом ждать, как этот человек бесследно исчезнет, обернется строчками на листе бумаги, чашкой кофе с капелькой виски, лишь потому, что он тебе больше не нужен. Мне кажется, что я всегда понимала, в один прекрасный день она еще вернется ко мне. Ей потребовалось четыре года. Она тщательно выбрала момент, когда Лекси, образно выражаясь, снова постучала в мою дверь, было раннее утро в начале апреля. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я ушла из убойного отдела. Я находилась в тире. Тир, которым мы пользуемся, расположен глубоко под землей, в самом центре Дублина, под дорожными пробками и толстым слоем городского смога. В принципе, я могла не ходить в тир. Я всегда считалась хорошим стрелком, а квалификационный тест мне сдавать еще только через несколько месяцев. Однако в последнее время я просыпалась слишком рано, чтобы сразу идти на работу. Тусна не в одном глазу, я маюсь, не зная, чем себя занять, и лишь стрелковая подготовка помогала мне выпустить пар. Я неторопливо надевала наушники, проверяла пистолеты, дожидалась той минуты, когда все остальные сосредоточат внимание на своих мишенях, лишь бы только никто не заметил моего наэлектролизованного мандража. Я тряслась, что твой герой мультика перед первым выстрелом. Дрянные нервы требуют набора особых усилий, умений. Вы ловчите, идете на маленькие хитрости, учитесь делать так, чтобы посторонние ничего не заметили. Очень скоро, если вы все схватываете на лету, вам удается прожить день так, будто вы почти нормальное человеческое существо. Раньше я не была такой. Мне всегда представлялось, что нервными могут быть лишь персонажи книг Джейн Остен или песклявые девицы, не способные сами заказать себе выпивку в баре. Если бы я нервничала в критических ситуациях, пришлось бы постоянно носить при себе нюхательную соль. Удар ножом, нанесенный главным торчком Дублинского университета, образно выражаясь, прошел мимо меня. Психиатр из нашего отдела несколько недель пытался убедить меня в том, что я перенесла тяжелую психологическую травму. Этому парню, видно, было досадно меня упускать. Не каждый день к вам в руки попадают полицейские, да еще и с ножевым ранением. Скорее всего, он надеялся, что у меня появится какой-нибудь редкий комплекс. В конечном итоге, горе-спец был вынужден оставить меня в покое, признав, что со мной все в порядке, и разрешил снова приступать к работе. Стыдно признаться, но из убойного отдела меня вынудили уйти и не массовая резня, и не захват заложников, и не славный, милый, тихоня, хранивший в холодильнике человеческие органы. Мое последнее дело в убойном отделе казалось простым, как дважды два. Мы подобное раскрываем десятками. Ничего такого, что должно было предостеречь нас. Убитая девчонка, тело обнаружено ранним утром. Когда поступил звонок, мы с напарником прикалывались друг над другом, сидя в служебном кабинете. Если посмотреть со стороны, все прошло нормально. Официально мы все выяснили за месяц, общество было спасено от злодея, пресса красочно отобразила наш подвиг. Да и для статистики раскрываемости преступления все было как нельзя лучше. Дело оказалось спокойным, без автомобильных погон и перестрелок. Правда, в физическом отношении, а все же немного пострадала, получила пару царапин на лице. От них и шрамов не осталось. Короче говоря, счастливый конец трагического происшествия. Но это как сказать. Операция Весцалка, заикнитесь о ней кому-то из сотрудников убойного отдела, даже сейчас любому, кто не знает все истории, и на вас посмотрит так, словно давая понять, мол, я не имею к ней ни малейшего отношения. Потому что, если быть до конца честными, мы тогда облажались, причем по полной программе. Некоторые люди похожи на Чернобыль. Они излучают незримую смерть, источают яд. Если вы окажетесь рядом с ними, сам воздух станет для вас губительным. У меня развелось множество симптомов, которые заставили бы психиатра прыгать от восторга, но, на мое счастье, из-за царапин на лице никому и в голову не пришло отправлять меня к нашему доморощенному Фрейду. Это был классический посттравматический синдром. Плохой аппетит, дрожь, никуда не годные нервы, то, как я подскакивала едва ли не к потолку при каждом звонке в дверь или по телефону, плюс несколько индивидуальных штрихов. С координацией происходили странные вещи. Впервые в жизни я начала спотыкаться, вырезаться в дверные косяки, ударяться головой о край шкафа. А еще я перестала видеть сны. Раньше мне всегда снились целые каскады образов. Столбы огня на фоне темных гор, стебли лозы, пробивающиеся сквозь камни, олени, мчащиеся по песчаному пляжу в облаке света. После того случая стоило положить голову на подушку, и я проваливалась в черную бездну, словно на меня обрушивали тяжеленную кувалду. Сэм, мой бойфренд, утверждал, что со временем все пройдет, и я опять войду в норму. Когда я сказала, что сильно в этом сомневаюсь, он лишь кивнул и заявил, что и это тоже со временем пройдет. Иногда Сэм просто невыносим. С ним такое бывает. Я была решила испробовать традиционный для полицейских способ. Алкоголь с утра пораньше без ограничения дозы, однако побоялась, что дело закончится тем, что я стану названивать неподходящим людям по телефону в три часа утра, чтобы излить изстрадавшуюся душу. Кроме того, выяснилось, что стрельба в тире успокаивает меня не хуже, чем выпивка, плюс не оставляет малоприятных последствий. Поначалу это казалось полной бессмыслицей, если учесть, как я реагировала на громкие звуки, однако со стрельбой все было в порядке. После первых выстрелов где-то в задней части мозга воспламенялся взрыватель, а остальной мир исчезал, уходил куда-то на периферию сознания и крайне слабо давал о себе знать. Рука, сжимавшая пистолет, приобретала твердость камня, в мире оставались лишь я и мишень, а также хорошо знакомый запах пороха и ощущение того, как при отдаче напрягаются мышцы спины. Я уходила из тира спокойная и слегка отупевшая, как будто под действием валиума. Когда эффект исчезал, я добивалась его на следующий день упорной работой и больше не натыкалась на острые углы, и, вернувшись к себе, действительно чувствовала себя как дома. Мне удалось добиться хороших показателей. Сорока метров девять удачных попаданий из десяти, и старичок, заправлявший в тире, начал посматривать на меня оценивающим взглядом барышника с лошадиной ярмарки. То и дело заводил разговор о соревнованиях между отделами. В то утро я отстрелялась к семи. Я была в раздевалке, чистила пистолет и трепалась с двумя парнями из-за дела нравов, чтобы не заподозрили, что я помираю с голоду. Когда зазвонил мой мобильный? — Господи! — шутливо воскликнул один из моих собеседников. — Ты из домашнего насилия, верно? — Кто это успел отлупить свою женушку в такую рань? Как говорится, было бы желание, — парировала я, вытаскивая из кармана ключ от шкафчика. — Наверное, это тайные агенты, — осклабился в улыбке второй помоложе. Им, видать, нужны хорошие снайперы. Парень был здоровый и ржеволосый, и явно положил на меня глаз, иначе зачем играть передо мной накачанной мускулатурой? Я уже не раз замечала, как он поглядывает на мои руки, нет ли на пальце кольца. — Должно быть, узнали, что нас нет на месте, — пошутил его товарищ. Я вытащила из шкафчика мобильный. На экране высветилось имя звонившего. Сэм О'Нилл. И иконка еще одного пропущенного звонка. — Привет, — произнесла я. Что случилось? — Кэсси, — раздался в трубке голос Сэма. Голос мне сразу не понравился, какой-то сиплый, сдавленный, как будто кто-то со всей силы ударил Сэма под дых. С тобой все в порядке? Я повернулась спиной к парням и задела нравов, и отошла в угол. — У меня все нормально. Почему ты спрашиваешь? Что-то случилось? — О, Господи! — ответил Сэм, и крякнул, будто у него от волнения перехватило горло. Я звонил тебе четыре раза! Хотел уже отправить кого-нибудь к тебе домой. — Почему ты, черт побери, не отвечала? — Совсем не в его духе. Второго такого нежного парня, как Сэм, я не знаю. — Я сейчас в тире, — ответила я. Телефон лежал в раздевалке. Что случилось? — Извини. — Я не хотел. Просто меня... Он снова издал это дурацкое кряхтение. — Меня вызвали. По делу. Сердце гулко бухнуло о грудную клетку. Сэм служит в убойном отделе. Мне бы лучше присесть. Однако ноги наотрез отказывались согнуться в коленях. Вместо этого я привалилась спиной к шкафу. — Кто? — спросила я. — Что? — Нет, господи, нет. То есть, я хотел сказать, что мы знаем, кто просто... Послушай, а ты не можешь сейчас ко мне приехать? Дыхание вернулось. — Сэм, что, черт побери, происходит? — спросила я. — Просто ты можешь приехать, а? Мы сейчас в Иклоу, рядом с Гленсхеки. Знаешь это место? Если следовать дорожным указателям, нужно проехать прямо на юг. Проедешь примерно три четверти мили, а там справа будет узкая дорога. Увидишь ленту полицейского ограждения, встретимся там. Парни из отдела нравов с любопытством наблюдали за мной. — У меня через час начинается смена, — ответила я. — Я не успею. Ведь давай только целый час добираться. Я позвоню твоему шефу, скажу, что ты нам нужна. Не вздумай. Или забыл, что я больше не работаю в убойном. Если вы расследуете убийство, то я не имею к нему ни малейшего отношения. На заднем фоне я различила мужской голос. Решительный, с легкой гнусавинкой. Такой не пропустишь мимо ушей. Знакомый голос, но черт, кому он принадлежит? — Не отключайся, — попросил Сэм. Я зажала телефон между ухом и плечом и начала собирать пистолет. Если это кто-то незнакомый, значит, дело плохо. Иначе бы Сэм так не разговаривал. В Ирландии до сих пор за каждым убийством стоят причины самые банальные. Подрались между собой наркоманы, неудачная кража со взломом, поножовщина на бытовой почве. Как у нас говорят, свояк-свояка. Например, семейные разборки в Лемерике портят нам картину отчетности вот уже несколько десятилетий. У нас не происходят ужасы, каких полно в других странах. Нет у нас ни серийных убийц, ни изуверских пыток, ни подвалов с высохшими от голода трупами. Пока нет. Время покажет, приживутся ли они на нашей земле. За последние десять лет Дублин изменился до неузнаваемости. Быстрее, чем к тому могут привыкнуть наши мозги. Спасибо кельтскому тигру. Теперь мы имеем десятки, если не сотни тех, кому требуются вертолетные площадки, но тысячи и тысячи тех, кто вынужден ютиться в тесных квартирках вместе с полчищами тараканов, ненавидя свое жалкое прозябание, дожидаясь очередных выходных, чтобы с понедельника вновь тянуть опостыревшую лямку. Удивительно, как мы еще держимся. К концу службы в убойном отделе я стала ощущать это едва ли не кожей. Пронзительное безумие большого города, дергающегося подобно бешеному псу, который вот-вот бросится и загрызет первого встречного. Рано или поздно, но мы получим свой первый труп из фильма ужасов. У нас нет специальной должности составителя психологических портретов преступников, однако парни из убойного отдела, в основном без университетского образования, в глазах которых я с моими тремя курсами психфака была специалистом, они частенько прибегали к моим услугам. В принципе, у меня получалось неплохо. В свободное время, чтобы наверстать упущенное, я продолжала читать учебники, изучала статистику, и... Вот опять звонок. Из него напрашивался вывод. Полицейские инстинкты взяли у Сэма верх над защитными, раз он позвонил мне. Стал бы он беспокоить меня, если бы не нуждался в помощи. Видимо, прибыв на место преступления, он увидел нечто такое, что заставило его обратиться ко мне. — Погоди, — произнес рыжеволосый, — он перестал поигрывать мышцами и теперь сидел, выпрямившись на скамье. Ты ведь когда-то работала в убойном. Думаете, почему я не спешила заводить с ним дружбу? Слишком часто за последние месяцы я слышала эту алчную нотку. — Было дело? — небрежно ответила я, дарив его сладчайшей улыбкой и взглядом, говорившим примерно следующее. — Лично тебе пришлось бы там не сладко. Любопытство рыжеволосого и его либидо вступили в стремительное состязание. В результате победило любопытство. — Так это ты работала над тем самым делом? — спросил он и, скользнув по скамейке, приблизился ко мне. — Убитый ребенок. Как там все было? — Все слухи верны, — ответила я. На другом конце линии Сэм с кем-то заспорил. На его короткие раздраженные вопросы отвечал все тот же знакомый гнусавый голос. Если бы рыжеволосый на секунду прекратил свое разглагольствование, я бы, пожалуй, угадала, кто это. — Я слышал, будто у твоего напарника съехала крыша, и он поимел подозреваемого. — Не знаю, — отрезала я, пытаясь снять бронежилет, не уронив телефон. Меня по-прежнему подмывало посоветовать рыжему заняться чем-то созидательным, однако я воздержалась. Честно говоря, ни психическое здоровье моего бывшего напарника, ни его сексуальные наклонности меня больше не заботили. Сэм снова заговорил, причем теперь в его голосе чувствовалось еще большее напряжение и растерянность. — Ты не могла бы надеть солнечные очки, а также капюшон или шляпу? — Я замерла с натянутым на голову бронежилетом. — Что у вас там нахер происходит? — Пожалуйста, Кэсси! — произнес Сэм тоном, в котором проскользнули истерические нотки. Прошу тебя! Я езжу на древней Веспе. В городе, где ты значишь ровно столько, сколько тратишь денег, она смотрится совершенным анахронизмом, однако имеет и свои преимущества. На дублинских улицах мой драндулет способен передвигаться в четыре раза быстрее, чем обычная машина. Я спокойно могу найти для нее место на стоянке. А плюс еще одно неоспоримое преимущество — те, кто высокомерно посматривает на нее, скорее всего, никогда не станут моими лучшими друзьями. Когда я выехала из города, погода для поездок на мотоцикле была идеальной. Накануне ночью шел дождь, злобно барабанивший по оконному стеклу, но под утро прекратился, и на смену ему пришел ясный первый почти весенний день. В другие годы, утроподобное сегодняшнему, я обычно выезжала за город и пела во всю мощь легких, мчась навстречу ветру на предельной скорости. Деревня Гленскафе расположена рядом с Дублином, в горах Уиклоу. Я прожила почти половину жизни Уиклоу, не приближаясь к ней дальше дорожного указателя. А вот какой она оказалась. Кучка старых домов, выстроившихся вокруг посещаемой раз в месяц церкви, пивная, магазин. В общем, место глухое и ничем не примечательное, на такое вряд ли обратят внимание даже те бедолаги, что прочесывают сельскую местность в поисках дешевого жилья. Восемь часов утра, в четверг, главная улица, пожалуй, она единственная, была пустынна и мила, как видовая открытка. Мне на глаза попалась лишь пожилая женщина, катившая магазинную тележку с продуктами, мимо старого гранитного памятника, поставленного неизвестно кому или чему. А за спиной у нее вдоль извилистой улицы выстроились симпатичные сахарно-миндальные домики, а еще дальше возвышались равнодушные зелено-коричневые горы. Но кого здесь могут убить? Разве что фермеры подрались по поводу межи. Или женщина попала под горячую руку пинчуги мужу. Или кто-то прирезал родного брата, с которым прожил в одном доме более сорока лет. В общем, все наши родные добыли знакомые семейные преступления, старые, как сама Ирландия. Вряд ли такой опытный детектив, как Сэм, впадет в истерику из-за подобных вещей. А еще мне не давал покоя второй голос, который я услышала на заднем плане. Сэм, насколько мне известно, единственный детектив, у которого нет напарника. Ему нравится работать в одиночку. Каждое дело он расследует с разными командами. То с местными ребятами, которым приятно заполучить в помощники опытного столичного сыщика. То с парой детективов из убойного отдела, которым при раскручивании серьезного дела нужен третий сотрудник. Сэм умеет ладить с людьми, он идеальный помощник. Интересно бы узнать, кому из моих прежних знакомых он помогает теперь. За деревней дорога заметно сузилась и, изгибаясь, вела вверх, окруженная с обеих сторон цветущим кустарником. На дело здесь были не такие просторные и более каменистые. На гребне холма двое. Сэм, белокурый и коренастый, широко расставил ноги и засунул руки в карманы куртки. Рядом кто-то еще, но я не поняла кто. Стоит, повернувшись спиной к ветру и прыгнув голову. Солнце все еще висело низко над горизонтом, и длинные тени превращали их обоих в гигантов, чьи силуэты резко выступали на фоне облаков. Казалось, два небесных посланца спустились от солнца вниз по сияющей дороге. Позади них трепетала на ветру лента, которая обычно огораживает место преступления. Сэм приветственно поднял руку. Его спутник ограничился быстрым кивком, и я тут же его узнала. «Нихрена себе!» — воскликнула я, прежде чем заглушить мотор веспы. «Да это Фрэнки!» «Откуда ты здесь взялся?» Фрэнк сгреб меня в охапку и приподнял над землей. За четыре года он нисколько не изменился. Готовы спорить, он все еще носит свою старую кожаную куртку. «Кэсси Мэддокс!» — произнес он. «Лучшая в мире фальшивая студентка. Как поживаешь? Как дела в бытовухе?» «Спасаю мир!» «Мне даже вручили лазерный меч и прочие прибамбасы!» Краем глаза я уловила смущенный недовольный взгляд Сэма. Я нечасто рассказывала ему о нашей с Фрэнком секретной операции, а уж его имя не упоминала точно. Но лишь повернувшись к Сэму лицом, поняла. Вид у него не подарок. Губы плотно сжаты, какой-то очумелый взгляд. Внутри все сжалось, похоже, случаи хуже некуда. «Как ваши дела?» — спросила я, снимая шлем. «Лучше не бывает», — ответил Сэм и попробовал изобразить улыбку. Получилось неубедительно. «Дай-ка посмотрю на тебя», — шутливо произнес Фрэнк, отстранив меня на расстоянии вытянутой руки и внимательно разглядывая. «Значит, вот что теперь носят самые элегантные детективы. Последний раз, когда он видел меня, на мне были камуфляжные брюки и топик с надписью «Добро пожаловать к нашей киске». «Да ну тебя», — ответила я. «Я, по крайней мере, пару раз меняла одежонку за последние годы». «Ты не так меня поняла?» «Я сражен!» «Смотрится классно». Фрэнк попытался повернуть меня кругом. Я шлепнула его по руке. «Кстати, для вашего сведения, до Хиллари Клинтон мне было далеко. Обычная рабочая одежда, черный брючный костюм и белая рубашка. Я и сама была не в восторге от этого одеяния, но после того, как перешла в бытовуху, мой начальник постоянно капал мне на мозги, насколько, мол, важно иметь надлежащий корпоративный облик, если хочешь внушать людям доверие. По его убеждению, этого невозможно достичь, надев джинсы и футболку. Сил же сопротивляться административному нажиму у меня не было». «Захватила солнечные очки и кофту с капюшоном», — поинтересовался Фрэнк. «Они и будут идеально смотреться с твоим прикидом». «Ты вызвал меня сюда, чтобы обсуждать мой вкус?» — спросила я, и, вытащив из сумки допотопный красный берет, помахала им у него перед носом. «Ну что ж, вернемся в старые времена. Ну вот, возьми-ка». Фрэнк вытащил из кармана солнечные очки, которые Дон Джонсон вполне мог носить году этак в 1985-м, и протянул мне. «Если вы хотите, чтобы я ходила здесь в таком дурацком виде, то хотя бы объясните, зачем вспылила я. Всему свое время. Не нравится в берете, можешь надеть свой шлем». Я пожала плечами и... «Что поделаешь, сдалась». Радости от встречи с Фрэнком как не бывало, и я вновь напряглась. «Сэм, на которого страшно смотреть, новое дело, которое расследует Фрэнк, и не хочет, чтобы меня узнали». «Неужто пришли какого-нибудь агента, работавшего под прикрытием, м?» «Ты, как всегда, великолепно», — польстил Фрэнк и приподнял для меня ленту ограждения. «Боже, как до боли знакомо». Я столько раз совершала такие легкие движения, что на какую-то долю секунды показалось, словно я вернулась в прошлое. Машинально поправив кобуру, оглянулась через плечо, выискивая взглядом напарника, как будто это я расследовала новое дело. Лишь в следующую секунду до меня дошло, что оно не мое, а чужое. «Коротко расскажу тебе о том, что произошло», — проговорил сам. «Сегодня утром, примерно в четверть седьмого, местный житель по имени Ричард Дойл выгуливал здесь собаку, спустил ее с поводка, чтобы побегала по полям. Недалеко от дороги есть разрушенный дом. Пес забежал внутрь и долго не появлялся. Дойл был вынужден отправиться за ним следом. Когда он туда вошел, пес обнюхивал тело мертвой женщины. Дойл схватил пса в охапку и дал оттуда стрякача, а потом позвонил в полицию. Я слегка расслабилась. Женщин-агентов, работавших под прикрытием, я не знала. «Зачем тогда вам понадобилась я?» — задала я вопрос. «Или меня снова перевели в убойный?» «А мне самой даже не сообщили». «Всему свое время», — ответил Фрэнк, — «увидишь сама». Я через плечо покосилась на Сэма. «Не бери в голову», — тихо произнес тот. Его лицо постепенно обретало прежний румянец. «Все будет нормально». Дорога поднималась наверх, такая узкая, чтоб они едва ли смогли бы пройти рядом два человека. Не дорога даже, а скорее тропа, по обе стороны которой тянули живые изгороди из кустов боярышника. Там, где они и заканчивались, склон холма переходил в зеленое лоскутное одеяло полей, на котором мирно паслись овцы. Где-то вдалеке облеял новорожденный ягненок, воздух такой холодный и густой, что впору пить его. Солнце длинными золотыми лучами просачивалось сквозь заросли боярышника. «А что, если мне шагать и дальше, через гребень горы? А Сэм с Фрэнком пусть занимается тем, что вынудило их прийти сюда ранним утром». «Вот мы и пришли», — раздался голос Фрэнка. Живая изгородь обрывалась, сменившись разрушенной каменной стеной, за которой слева виднелись заброшенные поля. Домишко находился примерно в тридцати-сорока метрах от дороги. Таких в Ирландии немало, брошенных в девятнадцатом веке из-за смерти или эмиграции хозяев, и с тех пор больше никем не занятых. Одного взгляда на него оказалось довольно, чтобы во мне упрочилось желание поскорее оказаться подальше от этого места и всего, что здесь произошло. По идее, здесь должна быть туча народу. Но только где они, эти сыщики, что, склонив голову, прочесывают каждый квадратный дюйм? Где криминалисты из технического бюро? В белых комбинезонах с видеокамерами, линейками и порошком для снятия отпечатков? Где работники морга с носилками? Моему взору предстали лишь двое полицейских, переминающихся с ноги на ногу по обе стороны от входа в дом, да парочка малиновок, скачущих по крыше и возмущенно-чирикующих. «А где остальные?» — спросила я. Я обращалась к Сэму, но на мой вопрос ответил Фрэнк. Приезжал Купер, но уже уехал. Купер — наш патологоанатом. «Нужно как можно быстрее посмотреть на нее, чтобы установить время смерти. Бюро подождет, судебные доказательства никуда не денутся. Особенно, если втоптать их в землю». «Сэм, а тебе раньше не приходилось расследовать двойное убийство?» — спросила я. Фрэнк удивленно выгнал бровь. «У тебя есть другое тело?» «Твое. Как только Бюро доберется сюда. Шесть человек бродят по месту преступления, как у себя дома. Да тебя убьют за такое». «Оно того стоит!» — жизнерадостно отозвался Фрэнк, занося ногу над каменной изгородью. «Я не хотел привлекать внимание народа. А как это сделать, если бы тут копошилась вся криминалистическая братья? Их ведь никуда не спрячешь». Здесь явно что-то не чисто. Дело было в ведомстве Сэма, а не Фрэнка. Сэму, а не ему полагалось решать, как обращаться с уликами, кого и когда вызывать на осмотр места преступления, чье бы тело ни лежало сейчас там внутри, увиденное настолько его потрясло, что он позволил Фрэнку явиться сюда, оттеснив его самого на второй план. Понятное дело, тот моментально начал все подгонять под свои только ему ведомые намерения. Я пыталась перехватить взгляд Сэма, но он перелезал через ограду и не смотрел на нас с Фрэнком. «Ты сама переберешься или тебе помочь?» Сладчайшим голосом спросил Фрэнк. Я в ответ состроила зверскую рожу и, перепрыгнув на ту сторону, оказалась по щиколотку в мокрой траве-одуванчиках. Когда-то давно в домишке было две комнаты. Одна из них до сих пор почти цела, в стенах другой зияли проломы, пустые глазницы окон, из трещин торчали в юнки и мох. Возле двери не слишком искусно сделанная из аэрозольного баллончика надпись. В этом месте было так неуютно, что, на мой взгляд, вряд ли здесь устраивали какие-то сборища. Даже подростки, не знающие, чем себя занять, и те, похоже, обходили разваленной стороной, и дом постепенно разрушался дальше под действием безжалостного времени. Детектив Мэддокс, представил меня Фрэнк, «Сержант Ноэль Бирн и Джо Догерти, полицейский участок Ратовина. Глэн с Кахи их территория. Наше наказание за грехи», — отозвался Бирн. Кажется, вполне искренне. На вид пятьдесят с хвостиком, выглядит, соответственно, возрасту сутулый, лицо в морщинах, водянистые голубые глаза. От него пахло мокрой формой и безысходностью. Догерти — молодой, долговязый и лопоухий, и когда я протянула ему руку, он выторщился на меня так, что, казалось, глаза его вот-вот выскочат из орбит, как у того чувачка из мультика, а потом со щелчком встанут на место. Одному богу известно, что он мог слышать обо мне. Среди полицейских слухи разносятся быстрее, чем в каком-нибудь бинго-клубе, но в ту минуту мне было некогда думать о таких пустяках. Я дарила Догерти дежурной улыбкой, он что-то пробормотал в ответ и торопливо выпустил мою руку, как будто боялся обжечься. «Мы хотели, чтобы детектив Мэддокс посмотрела на тело», — пояснил Фрэнк. «Давно пора», — буркнул Бирн, разглядывая меня. «Лично у меня возникли сомнения по поводу искренности его слов. Этот старикан не произвел впечатления человека, расположенного к энергичным действиям. Догерти издал короткий нервный смешок». «Готово?» — тихо спросил Сэм. «Тянуть дальше смерти подобно», — сострила я. Ответ получился какой-то высокомерный. «Ну да ладно». Отодвинув в сторону длинные побеги ежевики, занавешивавшие вход во внутреннее помещение, Фрэнк уже нырнул в дом. «Да, мы идут первыми», — галантно произнес он. Я сняла очки, сделала глубокий вдох и шагнула вперед. Этой комнатке полагалось быть тихой и печальной. Сквозь дыры в крыше колыхания ветвей за окнами в нее проникали, слегка подрагивая, словно солнечные блики на воде, длинные узкие полоски света. Моему взору предстал семейный очаг, потухший добрую сотню лет назад. В нем выселись кучи птичьих гнезд, провалившихся через дымоход. Над очагом торчал ржавый крюк, на который когда-то подвешивали котел. Где-то поблизости ворковал лесной голубь. Если вы когда-нибудь видели мертвое тело, то знаете, как меняется все вокруг. Отсутствие жизни столь же всесильно, как черная дыра космоса. Повисает тишина, время замирает на месте, молекулы замерзают вокруг безжизненного объекта, познавшего последнюю тайну бытия, которую он уже никогда никому не расскажет. На большинстве случаев мертвецы единственные, кто находился в комнате. Тишина повышается до оглушительного крика, воздух весь в потеках и отпечатках ладоней, тело буквально дымится печатью того, кто отнял у него жизнь. Отнял у него... Убийцы. Первое, что поразило меня в заброшенном доме, это то, какой легкий, почти незаметный след оставил убийца. Я приготовилась увидеть жуткое зрелище, голое тело с раскинутыми в стороны руками, зловещие темные раны, которые просто невозможно сосчитать, разбросанные по углам комнаты конечности. Но эта мертвая девушка выглядела так, будто сама осторожно улеглась на пол и спокойно издала последний вздох. В том месте и в тот момент, когда хотелось именно ей без всякой посторонней помощи. Она лежала на спине перед потухшим очагом. Лежала, я бы сказала, аккуратно, ноги вместе, руки спокойно вытянуты вдоль тела, над ней моряцкий бушлат, распахнутый на груди. Под ним я разглядела синие джинсы, до конца застегнутые на молнию, кроссовки и синюю футболку с темной звездой на груди. Единственное, что казалось неестественным, были ее кисти, крепко сжатые в кулаки. Фрэнк и Сэм подошли ближе и встали рядом со мной. Я бросила на Фрэнка вопросительный взгляд, в чем, собственно, дело, но он лишь молча посмотрел на меня, и никакого ответа. Но она была среднего роста, примерно такого же телосложения, что и я, стройная, похожая на мальчишку. Голова повернута в сторону, к дальней стене, и в полумраке я смогла разглядеть лишь короткие черные кудряшки и белую полоску кожи, высокие скулы и краешек щеки. Смотри. Фрэнк включил фонарик и посветил на лицо мертвой девушки. На секунду я растерялась. Неужели Сэм солгал? Потому что я точно ее откуда-то знала, миллион раз видела это лицо. Я сделала шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть, и весь мир погрузился в тишину. Замер, оцепенел. Все перестало существовать. Все, кроме этого лица. Потому что это была я. Нос, брови, каждая черточка свидетельствовали о том, что это я. Белое неживое лицо, посиневшие губы, под глазами черные тени. Я замерла на месте, не чувствуя рук и ног, не слыша собственного дыхания. На какой-то миг мне показалось, будто я плыву, оторванная от тела, и меня уносит куда-то вдаль сильным порывом ветра. Знаешь ее? Донесся откуда-то голос Фрэнка. Никогда с ней не встречалась? Я словно внезапно ослепла, не в состоянии сфокусировать взгляд. Нет, это невероятно. Должна быть галлюцинация, горячечный бред, такое противоречит законам мироздания. Я поймала себя на том, что напряглась и перенесла вес на пятки, рука на полпути к кобуре. Каждая мышца готова биться насмерть, лишь бы победить на вождении. Нет, — ответила я. Собственный голос показался мне чужим, словно прозвучал откуда-то издалека, вижу впервые. А ты часом росла не в приемной семье? Сэм испуганно повернул голову, и это резкое движение помогло мне вернуться в реальность, словно щелчок. — Нет, — ответила я. И на мгновение засомневалась. Но я же видела семейные фото устала улыбающуюся мать на больничной койке со мной, новорожденной у груди. — А на кого ты больше похожа? — Что? Я не сразу поняла вопрос, взгляд был по-прежнему прикован к девушке. — Чему удивляться, что Доггерти так тормозит? — Нет, на мать. — Только не подумайте, что мой отец бегал по другим женщинам. — Нет, — Фрэнк пожал плечами. — Неплохо было проверить. — Говорят, у каждого где-то есть двойник, — подал голос Сэм. Оказывается, он молча стоял рядом, не иначе, как для того, чтобы при случае не дать мне упасть. — Я не из тех, кто по поводу и без повода грохается в обморок. Вместо этого я, чтобы привести себя в чувство, прикусила побольнее нижнюю губу, и в голове мгновенно прояснилась. — У нее есть какие-нибудь документы? Прежде чем кто-то из них ответил мне, я по возникшей изоминке поняла, что тут не так. — Черт! — подумала я, ощущая, как ко мне возвращается дурное предчувствие. Не иначе, как дело было связано с кражей документов. Одного взгляда на меня было достаточно, чтобы предположить, убитая девушка вполне могла воспользоваться моим паспортом и купить себе БМВ по моей кредитной карточке. — У нее с собой был студенческий билет, — пояснил Фрэнк. — Связка ключей в левом кармане куртки, фонарик в правом... В правом переднем кармане джинсов бумажник, 12 фунтов и мелочь, карточка для банкомат, пара старых квитанций и вот это. Он вытащил из какой-то кучи в углу пластиковый мешочек для вещдоков и протянул его мне. Студенческий билет Тринити колледжа гладкий, оцифрованный, а необычная, закатанная в пластик корочка, которая когда-то была у меня. Девушка на фотографии казалась лет на 10 моложе, чем-то бледнее, чем это безжизненное существо, лежащее в углу. Она улыбалась моей улыбкой. На голове у нее красовался полосатый пекарский колпак, сбитый на бок. На голове тотчас мелькнула мысль. У меня никогда не было такой полосатой штуки, когда я... Я поспешила повернуться спиной к остальным, сделав вид, будто подношу карточку к свету, чтобы прочитать имя убитой. Мэдисон, Александра, даже. Все тут же встало на свои места. Это наше с Фрэнком создание, дело наших рук. Мы создали Лекси Мэдисон, даровали ей плоть и кровь, сотворили до последней клеточки организма, крестили ее, затем в течение нескольких месяцев творили внешний облик, а когда избавились от нее, Лекси захотелось большего. Она четыре года пыталась вернуться из темной земли и ночного ветра, а затем позвала нас сюда, чтобы мы увидели, что наделали. Что еще за чертовщина вырвалась у меня, как только вернулось дыхание. Когда полицейские пропустили ее имя через компьютер, сказал Фрэнк, забирая пакетик, выяснилось, что напротив ее имени стоит пометка. Чтобы не случилось с этой девушкой, сообщите мне как можно скорее. Я так и не озаботился убрать ее имя из списков, вдруг понадобится, чем черт не шутит, ведь всякое случается. Да уж, согласилась я, какие тут шутки. Я перевела взгляд на мертвое тело, а сама тем временем внушала себе. Никакой это не голем, а самая настоящая мертвая девушка. Сэм, позвала я, что мы имеем? Сэм смирил меня ценивающим взглядом, а когда понял, что я не разревусь и не сорвусь с катушек и не впаду в истерику, коротко кивнул. Теперь он снова был похож на себя прежнюю. Белая женщина начала он возраст от 25 до 30 с небольшим, убита ударом ножа в грудь. Купер считает, что она умерла в полночь, плюс-минус час. Он пока не может назвать точное время и затрудняется дать другие детали. Сила удара, температура окружающей среды, что она делала до того, как умерла и так далее. Но в отличие от большинства коллег, у меня неплохие отношения с Купером, но в данную минуту я была рада, что его здесь нет. В крошечном доме и без того было любно. Удар был нанесен здесь, в домике? Поинтересовалась я. Сам отрицательно покачал головой. Трудно сказать. Подождем, что скажет бюро. Вчерашний дождь все сильно подпортил. Следов крови мы на дороге не найдем. В утешении скажу, что это не главное место преступления. Убитая оставалась на ногах еще какое-то время после того, как ей нанесли удар. Вот видишь? Кровь натекла из раны на джинсы. Фрэнк переместил луч фонаря. На коленях у нее пятна грязи, а одна штанина порвана. Видимо, она бежала и упала. Угу, бежала в поисках укрытия, произнесла я. Мне представилась картина из давно забытого ночного кошмара. Испуганная девушка бежит в темноте по извилистой дороге. Тяжелое дыхание, страх смерти. Я почувствовала, как Фрэнк, молча отступив назад, теперь в упор рассматривает меня. Может быть и так, согласился со мной сам. Возможно, убийца гнался за ней или ей так показалось. Она вполне могла оставить следы, начиная от входной двери его дома. Во всяком случае, теперь-то их нет. Я не знала, куда одеть руки. То ли провести ими по голове, то ли потереть друг от друга, то ли коснуться губ. Да что угодно, лишь бы никто не заметил, что они дрожат. Я поспешила засунуть руки в карманы. Значит, она вбежала в дом и упала. Не совсем так. Я думаю, она умерла вон там. Сэм отвел в сторону ветви ежевики и кивком указал в сторону дальней комнаты. Там натекла порядочная лужа крови. Трудно сказать, насколько была велика кровопотеря. Это установят ребята из бюро. Но крови осталось довольно много даже после такой дождливой ночи. Похоже, жертва сидела, прислонившись спиной к стене. Больше всего пятен на груди и на задних карманах джинсов. Если бы она лежала, пропитались бы бока. Видишь? Он указал на грудь девушки, и я поняла, на футболке вовсе не рисунок, а кровавое пятно. Она задрала футболку и прижала к ране. Футболку и пыталась остановить кровотечение. Я представила себе, как эта неизвестная мне девушка забилась в угол, мокрая от дождя, истекающая кровью. «Как же она перебралась сюда?» — спросила я. «Этот парень в конце концов догнал ее», — ответил Фрэнк. «Он или кто-то другой». Сэм нагнулся над телом убитый, ухватившись за шнурок, приподнял ее ногу, мне тотчас стало не по себе, и посветил фонариком на заляпанные грязью кроссовки. Ее волокли по земле, причем мертвую. Под телом нет лужи крови, значит, кровотечение уже прекратилось. Парень, который нашел ее, клянется, что ничего тут не трогал, я ему верю, у него был такой вид, будто его вот-вот вывернет наизнанку. Подобраться к ней ближе он просто не осмелился бы, в любом случае, вскоре после смерти ее перенесли на другое место. Купер уверяет, что к тому моменту тело еще не успело окоченеть, а кожные покровы не изменили цвет. Кроме того, она пробыла под дождем совсем недолго, одежда практически сухая. Если бы убитая всю ночь провела под открытым небом, то промокла бы до нитки. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании.